МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О том, где брать деньги, чтобы на все хватало. Смотрите в программе. Как тратить деньги, чтобы на все хватало. 10 правил планирования бюджета. Семейный капитал. Твое, мое, наше. Экономим на детских игрушках. Мастерим своими руками. И рецепт ужина в итальянском стиле. Стратегию развития семейного бюджета нам сегодня поможет построить финансовый стратег, автор ютуб-канала «Финансы на салфетке» Нина Поляничева. Нина, добрый день. Да, добрый день, Олеся. Этот кризис с коронавирусом, когда многие предприятия закрылись, когда многие семьи остались без обычных, привычных средств для существования, показал то, что к следующему кризису нам надо готовиться. И деньги в любом случае стоит копить, потому что мало шансов, что больше никогда такое не повторится. Если не коронавирус, то, возможно, что-нибудь другое. Вот как правильно обычной среднестатистической семье копить деньги? Я могу сказать, что кризис точно будет. Их было уже огромное количество. Если посидеть, вспомнить, сколько их было, то каждый вспомнит как минимум три, а, скорее всего, тем, кому за 40 уже вспомнит гораздо больше. Поэтому я хочу сказать, что копить надо начинать независимо от кризиса. Есть кризис, нет кризиса. Надо вот как только вы услышали и поняли, что это надо делать, это надо делать. Простые правила, они, конечно же, есть. Это просто откладывать 5-10% для начала то, кто сколько может. Это может быть даже 1000 рублей, 10 долларов. То есть вот та сумма, которая вам кажется, что она на ваш уровень жизни не повлияет. Это первое. То есть неважно, не надо привязываться. То есть многие финансовые консультанты говорят, откладывай 10%. На самом деле это тяжело сделать для тех, кто ни разу в своей жизни не откладывал. Я рассказывала свою историю. То есть несмотря на высокий достаточно заработок, я начинала откладывать с 1000 рублей. Потому что одно дело, когда тебе приходит премия, и ты что-то с этой премией покупаешь. И другое дело вырабатывать привычку. То есть вот откладывать – это точно такая же привычка, как чистить зубы. То есть если вы не научились в детстве чистить зубы, то вряд ли вы в 40 лет вот так встанете и пойдёте просто чистить. Поэтому вот откладывать – это точно такая же привычка, как чистить зубы. И её надо обучаться. И если вас никто не научил в детстве это делать, значит вам придётся в 20, в 30, в 40 лет это начинать учиться делать. Вот. Первое, значит, отложить 5-10, не важно, 1000 рублей, 10 долларов отложить. И после этого не тратить то, что отложено. То есть второе правило – это не тратить то, что отложено. Это делается элементарно. Подальше положишь, поближе возьмешь, как была поговорка у нас. Поэтому просто отложите ее на отдельный счет так, чтобы не видеть ни в смс-ке на остатке, если вы пользуетесь банк-клиентом. Не держите их под рукой, где вы можете их достать. Отнесите их в банк. Если вы вообще не можете, то есть все равно рука тянется, тогда поменяйте в другую валюту, не в местную, чтобы у вас не было вот этого первого порыва поменять обратно эти деньги. Ну да, пока доллар исходишь, поменяешь, может, еще и передумаешь, стоит ли тебе эту импульсную покупку делать. Нина, ну я правильно понимаю, что вот это вот откладывание, да, вот эту привычку, его нужно сделать до того, как ты начнешь тратить эти деньги. То есть когда они к тебе поступили, любая сумма пришла к тебе в бюджет, и ты сразу с нее должен отложить. Потому что люди обычно, как у них получается, вот месяц прожили, такие, что-то ничего не получилось отложить. Алясь, все верно, потому что других способов нет. Других способов нет. То есть это самый простой, чтобы научить себя откладывать. То есть сначала отложи, и после этого начни тратить. Иначе, если мы будем ждать конца месяца или какого-то золотого дня, да, когда я это смогу сделать, то может так случиться, что до этого момента произойдет тысяча форс-мажоров, которые ваши деньги заберут. И вот это может быть какой-то парадокс или как, но когда человек откладывает, и потом у него наступает форс-мажор, он начинает включать мозг. У него начинается включать мозг, как мне решить эту проблему без тех денег, которые я отложил. Но если у человека есть деньги в кармане, здесь и сейчас, то он будет решать эту проблему этими деньгами. То есть он не будет прибегать, например, к помощи соседей, не знаю, родственников, друзей. Он будет решать проблему за счет своих денег. Но когда он отложил, исключил из своего мозга, что эти деньги есть, да, второе ключевое правило – это убрать из своего мозга, что эти деньги где-то у вас лежат. То есть все, их нет. Вот вы живете на то, что у вас осталось на карте. Вот то, что вы видите на своем расчетном счете. Вот на это вы и живете. И вы должны рассчитывать только на эти деньги. И ваш мозг тогда начнет таким образом работать, он начнет искать дополнительные источники дохода, он начнет решать проблемы без денег, да, может быть, с помощью других людей и так далее. Но он не будет привлекать те деньги, которые вы отложили, если вы уберете эти деньги с своего поля зрения. Нина, вот вы сказали убрать деньги из поля зрения. Допустим, мы отнесем деньги и положим их на счет. Ну вот человек, допустим, может отложить в месяц только 20 долларов. Есть ли возможность в банке вот эти 20 долларов положить на какой-то счет? Или будут банкиры смеяться, что за смехотворную сумму вы принесли, мы такие малюсенькие счета не открываем? Да нет, банкам все равно для этого есть обычные накопительные счета, то есть это не нужно открывать вклад. То есть, скорее всего, вклад вам никто не откроет, потому что у вклада есть минимальный порог. Да, там в России это может быть 10 тысяч рублей, либо там тысяча рублей, либо 10 долларов, да. Но, то есть, есть разные банки и разные пороги. Но не нужно прямо открывать именно вклад. Нужно просто открыть любой расчетный счет и положить на него деньги. Чтобы унести их из дома, из глаз долой. Вот, и мало того, что не только из дома, потому что, смотрите, к карте тоже привязан некий расчетный счет. То есть карта, она не существует сама по себе в банке, это отдельный расчетный счет. Вот, и получается, что когда вы видите остаток по карте, вы не должны там видеть те деньги, которые вы отложили. То есть вы просто переводите их на любой другой счет, на любой. Он может называться накопительный, может просто расчетный счет называться, как угодно. Депозитный, сберегательный. Это вообще не важно, как он называется. Просто, чтобы ваше сознание больше на эти деньги не рассчитывало. Это деньги на черный день, на кризис. Смотри, Олесь, я бы не хотела, чтобы люди сейчас вкладывали в свою голову, что это деньги на кризис, на какой-то черный день и так далее. Наоборот, это деньги на их светлое будущее. Чем больше их резерв, тем более светлым будущим оно будет. То есть тем более светлым завтра будет. Понимаешь, все, что мы делаем сегодня, это твое завтра. И если вы сегодня не отложили 10 долларов, значит вы завтра останетесь на том же уровне. Но если вы отложили 10 долларов, вы стали богаче на 10 долларов. Супер, хорошая мысль. Да, вот не нужно свое мышление ограничивать и говорить, что это черный день. Нет, это твое светлое будущее. Ссоры и конфликты на почве денег могут разрушить семейную идиллию. Как построить семейный капитал, сегодня разбиралась супер-мама Таня. Первый шаг в грамотном распределении финансов определится с типом семейного бюджета. Он может быть совместным, долевым или раздельным. Совместный. Это один из самых успешных бюджетов. Почему? Потому что при таком бюджете у семьи общие финансовые цели. И при таком бюджете люди обычно между собой разговаривают, обсуждают свои цели и идут вместе. Но на самом деле здесь мы с вами будем рассматривать и семьи, которые сейчас формируются. Потому что действия семьи, так скажем, первые браки, вторые браки, избитие от первого брака. Вот если у нас более сложная структура, если у нас избитие от первого брака, то здесь может быть даже играет роль в бюджет уже не совместный. Может быть он должен быть раздельный. Специалисты рекомендуют установить в семье финансовые правила. Одно из них – откладывать 10% от любых доходов, включая подарки и премии. Если соблюдать это правило постоянно, это станет полезной финансовой привычкой. Самая простая привычка. Чтобы контролировать наши расходы, мы можем составить список или отправить супругу, например. То есть, как шутят маркетологи, нет ничего более сложного, чем мужчина со списком. Ему невозможно лишнее продать, потому что у него есть четкий список. Бюджет семьи можно сравнить с бюджетом предприятия. И как предприятие не может существовать без прибыли, так и в семье расходы не должны быть равны доходам. В идеале разница должна составлять 15%. Чтобы тратить меньше, чем зарабатывать, специалисты рекомендуют использовать систему четырех конвертов. В начале мы этого дохода должны отложить 10% на свои будущие цели. Если это большие, может быть, создание капитала, может быть, образование детей. Какая-то большая цель, которая будет через 10-15 лет. Мы отстабываем свои 10%. Из оставшихся денежных средств мы должны заплатить все обязательства. У каждой семьи это может быть ипотека, коммунальные платежи, стадики, школы и так далее. То есть мы оплачиваем все обязательства, которые у нас есть в течение месяца. И вот оставшуюся сумму мы делим на четыре конверта. Четыре конверта – это четыре недели. И те деньги, которые у нас остались в конверте, мы тратим в течение недели. Если вдруг это получилось, что мы что-то разгулялись, у нас деньги закончились, то, соответственно, это наши проблемы, и мы не должны залазить следующий конверт. Эти программы учат нас в дисциплине. Отношения к деньгам формируются еще в дошкольном возрасте, поэтому обучать ребенка распределению финансов нужно как можно раньше. Лучшая практика для этого – карманные деньги. Начиная с первого класса, каждое утро школьнику можно выделять небольшую сумму денег, которую он сможет потратить самостоятельно. Родители могут испугаться и сказать, ну, как же так, ребенок купит себе учебу, что-то неполезное, что-то вредное, что-то, может быть, опасное. Но вот здесь начинается учеба. И если ваш ребенок на маленьких суммах совершает ошибки, а потом научится все-таки править правильно, это правильнее, чем если мы оставим ребенка для подросткового возраста, либо для более старшего возраста, там ошибки будут более значительные. 12 лет и старше в этом возрасте, конечно же, у нас ребенок должен научиться планировать долгосрочное. Здесь мы ему уже выделяем бюджет. То есть мы не контролируем его каждый день, мы ему выделяем бюджет на неделю, может быть, на две недели, в зависимости от обстоятельств, как ребенок учится, и как можно больше ему даем обязательств. То есть вот в этот бюджет уже у нас складываются, возможно, какие-то кружки, возможно, какая-то канцелярия, в этом возрасте, возможно, уже подарки близким и друзьям. Ребенок получает бюджет и понимает, что если он сегодня за один день все потратил на какие-то вкусняшки, какие-то радости, то он недополучит канцелярию, недополучит свои кружки, ну и какие-то радости. И вот здесь вот как раз формируется вот ответственное отношение к личным финансам. Накопление, экономия, дополнительный заработок. В этом и заключается долгосрочное планирование. Если в семье установлены правила и есть полезные финансовые привычки, у детей сформируется правильное отношение к деньгам. Сохранить семейный бюджет – это, конечно, очень важно, но сберечь семейные отношения тоже хочется. Поэтому не будем ссориться из-за денег, а будем учиться разбираться с финансами. В этом нам сегодня помогает Нина Поляничева. Нина, вот ты наверняка, я уверена, по роду своей работы встречаешься с разными семейными бюджетами и видишь, куда у людей уходят деньги. Вот есть какой-то стандартный обычный список покупок, без которых вообще люди могут жить, но именно туда вот и уходит весь бюджет совершенно незаметно? Смотри, нет таких, наверное, прямо совсем покупок, без которых бы можно было обойтись. Я бы сказала так, без любых эмоциональных покупок. Потому что эмоциональные покупки – это как раз то, что просто уносит деньги из семьи, но потом вы этим не пользуетесь. И это может быть все, что угодно. Это может быть платье, это может быть какая-то техника, которую ты купил на эмоциональном подъеме, но она тебе не нужна. Это может быть все, что угодно. Но есть способы себя от этих эмоциональных покупок остановить? Это может быть оставить там на ночь, походить, вечер подумать, а утром решиться? Или есть какие-то другие? Да, ты все верно говоришь. Самый простой способ – это на 24 часа дать себе возможность подумать. А если купят, заберут, пока ты будешь думать? Отлично. Я всегда, знаешь, отношусь к этому философски и говорю, что значит, это не моя вещь. Значит, я найду эту вещь либо в более качественном варианте, либо, может быть, более выгодна для меня с точки зрения денег. Поэтому я вообще не расстраиваюсь. То есть зачем расстраиваться? У нас и так много в жизни других расстройств. То есть зачем еще расстраиваться из-за покупки, которую ты не смог совершить? Я отношусь всегда, наверное, все, что не делается, все к лучшему. Есть такая тоже поговорка, и она действительно работает. Вот все, что не делается, все к лучшему. И если сейчас вам эта вещь не досталась, значит, точно у вас что-то будет другое сногсшибательное. Возможно, вы сможете отложить эту тысячу долларов или там 500 долларов и стать миллионером. Да, вот сейчас вы не представляете, каким образом вы станете долларовым миллионером. Но может так случиться, это ваш первый будет сумма капитала, которая потом в разы приумножится. Вы не знаете, во что это, ну, как бы обернется. Мне нравится такой позитивный финансовый настрой. Да, абсолютно. Чаще всего вижу в бюджетах то, что вот, ну, обычно я режу, как говорится, на финансовом языке, что можно было бы порезать. Это, конечно, подарки и помощь родным. Это бывают очень большие статьи, очень большие статьи. И здесь нужно, конечно, подходить тоже рационально. Понятное дело, что если действительно родные от вас полностью зависят, вы не можете сократить их бюджет. То есть вы, как бы, там, не знаю, давали 30 тысяч рублей, допустим, им на проживание, и вдруг ни с того ни с сего говорите, что не даете. Конечно же, есть определенная методика, да, как мы разговариваем с родными, что мы делаем для того, чтобы снижать. Потому что может так получиться, что родные не зарабатывают или не хотят ничего делать именно по той причине, что вы их содержите. Да, и вот это тоже, ну, ключевое. То есть, смотрите, если вы не решили еще свои проблемы, то, значит, вы не можете делать подарки и помогать другим. То есть делайте подарки своими руками. То есть не деньгами. Делайте подарки тогда своими руками. Все, что угодно. Можно испечь что-то, можно нарисовать, можно сделать что-то, да. Можно помочь просто прийти к родственнику и помочь что-то делать дома, да, прибить ту же полку. И вот это будет действительно по-настоящему помощь. Но если вы пытаетесь откупиться от кого-то деньгами, то это не помогает вам лично. То есть предлагаем удочку вместо рыбы. Да. Хоть это и сложнее бывает порой. Да. Вот. И еще я хотела бы, наверное, обратить внимание, то, что чаще всего вижу в бюджетах клиентов, это траты, несопоставимые с их уровнем жизни. То есть условно, я зарабатываю, не знаю, там, ну давай, 500 долларов, да, и покупаю себе мобильный телефон за 600 долларов. Транно. Ну, то есть нужно понимать, что ты не можешь покупать, не соответствуя своему уровню жизни. То есть тогда это будет, ну, это будет тебя загонять в долги. То есть, скорее всего, ты не покупаешь это на свои деньги, а, скорее всего, ты берешь какие-то кредиты потребительские, либо в рассрочку, либо еще что-то, да. То есть ты сам себя обманываешь для того, чтобы казаться, а не быть. То есть ты хочешь для кого-то казаться, а не быть самим собой. То, насколько ты действительно себя ощущаешь и чувствуешь. Телефон – это, ну, самое распространенное, наверное, но часто еще бывают машины. То есть, например, человек покупает машину не по его уровню дохода. Вообще считается оптимальным – это 3-6 месяцев твоего дохода. То есть машина не должна стоить дороже, чем 6 месяцев дохода твоей семьи. А лучше 3, а лучше 3. То есть 6 – это уже предел, то есть лучше, конечно, 3. Если мы говорим, смотри, о квартире, то квартиры – это 2 годовых дохода семьи. Если ты покупаешь квартиру дороже, чем 2 годовых твоих дохода, ты живешь непосредством. Это значит, что, скорее всего, ты свое будущее уничтожаешь. То есть ты в будущем будешь нищим. Да, ты сейчас живешь как король. Но как ты хочешь прожить свою жизнь? Ты хочешь как король прожить всю свою жизнь? Или ты хочешь прожить сегодня как король, а завтра быть нищим? То есть это выбор каждого. Вот, кстати, инвестиции на будущее, они очень часто и родителей касаются, потому что дети растут, и, скорее всего, через какое-то время понадобится большая сумма денег сразу на учебу, или вдруг что случится, и надо будет на лечение. Вот где родителям можно брать такие суммы? Их тоже надо было начинать копить раньше, еще до того момента, как вы начали планировать детей? Ну, до того момента, как начали планировать, это не обязательно. То есть достаточно, как только ты уже узнал, что у тебя есть ребенок, то помимо того, что ты планируешь, что тебе нужно содержать этого ребенка, что тебе нужно покупать кроватки, игрушки и так далее, одежду, ты уже можешь начинать думать о том, куда ты хочешь отдать своего ребенка образовываться. То есть это будет платное образование или бесплатное. Но даже по опыту своему личному, даже бесплатное образование, оно тоже стоит денег. Почему? Потому что, как бы ты ни хотел, тебе придется нанимать репетиторов, придется ходить на какие-то курсы, чтобы что-то подтягивать для того, чтобы поступить в тот или иной бесплатный вуз. И иногда стоимость вот этих занятий подтягивается до стоимости университета. Да даже, возможно, ребенок переедет учиться в другой город, и как минимум ему там надо жить, что-то есть, одеваться. И содержание даже бюджетной учебы тоже ляжет на родителей какое-то время точно. Да, безусловно. По поводу здоровья, я хочу так сказать. Ну, часть решает проблемы ОМС, да, обязательно медицинское страхование. Часть проблем мы сможем снять добровольным медицинским страхованием. То есть, если у человека есть деньги для того, чтобы купить добровольное медицинское страхование, то нужно покупать. Особенно я хочу обратить внимание на такие заболевания дорогостоящие, как онкология, как нейрохирургия, как заболевания сердца. Вот эти заболевания очень легко снимаются, точнее как, это форс-мажорная ситуация легко снимается добровольным медицинским страхованием. На текущий момент там средняя стоимость полиса – это от 450 до 500 евро в год. Всего лишь в год. Для детей такая страховка будет стоить 200 евро, ну, где-то около 200 евро. И это не бог весь, какие деньги. Эту страховку себе может позволить практически каждая семья. Это же в год. То есть, это не в месяц оплата, это годовая оплата. Ну, у нас в Приднестровье нет, к сожалению, пока такой системы. Да, конечно. Причем, вот сегодня, допустим, этой страховки у вас может быть не быть, да, на территории, на вашей, но завтра она может появиться, потому что мир не стоит на месте, мир развивается. Но все, что касается России и других стран СНГ, чаще всего это все-таки доступно уже. Кстати, игрушки для детей очень часто огромная. Статья семейного бюджета. Так вот, психологи не рекомендуют заваливать детей игрушками, а мамина школа рекомендует мастерить игрушки своими руками. Это весело и бюджетно. Друзья, я сегодня покажу вам, как сделать супербюджетную игрушку, которая понравится всем вашим детям. Тратиться на нее не придется, потому что для этой игрушки вам нужно всего лишь два рулончика туалетной бумаги, пару листов альбомных, ножницы, линейка, фломастеры и кубик. Все это точно есть у вас дома. Первым делом нам нужно придавить рулончики для того, чтобы они стали плоскими. Теперь на этих плоских рулончиках нам нужно нарисовать героев. Если у вас сын, то нарисуйте мальчика. Если дочка, то нарисуйте девочку. Если ваш ребенок уже большой, то пусть нарисуют своего героя самостоятельно, а если маленький, то помогите ему. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обратите внимание, что ноги у меня не поместятся, но не подумайте, что это получилось случайно. Я это сделала специально, и скоро вы поймете, почему. Теперь в ход пойдут альбомные листы. Нам нужно два, сгибаем их пополам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нам нужно, чтобы вот этот лист прошел вот в это отверстие. Понятно, что полоска широковата, поэтому мы сейчас отрежем лишнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь в ход пойдет линейка. С ее помощью на этой полоске мы сделаем равные отметки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь напротив каждой отметки мы будем писать цифру. Ну и, как вы уже поняли, эту игру можно использовать не только для того, чтобы развлекать ребенка, но и для того, чтобы обучить его математике. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот и все, игрушка готова. Сейчас покажу, как в нее играть. Для этого берем полоску с цифрами, вставляем ее внутрь втулки, опускаем героя с самой низ и предлагаем ребенку бросить кубик. Так, у меня выпало четыре. Я поднимаю на четыре деления. Один, два, три, четыре. И теперь мне нужно фломастером дорисовать здесь ноги. Так вот, чей герой быстрее всех вырастет, тот и победил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если игра закончится, а у детей все еще будет желание играть дальше, просто переворачиваем полоску бумаги, снова рисуем цифру и продолжаем играть. Никаких затрат, дети счастливы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас еще много подобных идей. Все они бережно хранятся на YouTube-канале «Маминая школа». Заходите, пользуйтесь, а мы продолжаем говорить о финансовой стратегии семьи. Сегодня нам помогает разобраться в этом вопросе Нина Полянчева. Нина, есть две стратегии. Ну, такой вот из черного-белого, из крайностей. Люди иногда вот считают, будем жить сегодняшним днем, неизвестно, что там нас в старости ждет. Другие же говорят, будем копить сегодня, потому что хотелось бы вот что-то на будущее накопить. Вот с точки зрения финансового эксперта, какая стратегия верна? Я бы сказала, никакая. Моя стратегия – инвестируем в будущее, не отказывая себе сейчас. Классно. То есть нельзя отказывать себе сейчас. Надо просто поменять свое мышление. То есть слова вот эти «я отказываю» – это просто мысль в вашей голове. То есть вот смотри, давай для примера. Если ты прямо завтра отложишь 10 долларов, в твоей жизни что-то изменится? Особо нет. Вот я бы сказала, даже не особо, а нет. Да. Ничего не изменится. То есть уйдут, скорее всего, те ненужные траты, про которые ты спрашивала, да, что «а на что бы не тратить?» Да, вот что лишнего в бюджете? Вот уйдут автоматически, они уйдут из твоего бюджета. Если ты сначала откладываешь, а потом начинаешь тратить. Поэтому я говорю, я отказываю, это только наша мысль в голове. Уберите эту мысль, поменяйте свое мышление, и у вас все будет отлично. Потому что в нашей жизни ничего не меняется, если вы будете откладывать 10, там, не знаю, 5, 20 долларов и так далее. То есть это просто момент привычки. То есть как только вы научились откладывать 10 долларов, вы дальше будете откладывать 20, и ровно так же ничего в вашей жизни не поменяется. Потом начнете откладывать 30 долларов, 100 долларов, 300 долларов, и в вашей жизни ничего не будет меняться. Смотри, еще такой есть парадокс, что вот за твою жизнь у тебя рост доход, уровень дохода? Рост. А уровень расхода? Тоже, вместе с ним. То есть смотри, сколько бы ты ни получала, если у тебя нет привычки откладывать, ты ничего не откладываешь, верно? Да. Вот, а если у тебя есть привычка, если ты, например, с уровня 100 долларов откладывала 10 долларов, то я тебя уверяю, что с уровня 300 ты будешь откладывать 30, и ничего в твоей жизни не изменится. То есть не страдаем, не страдаем, когда откладываем, а просто так живем. Это с диетой можно сравнить. Когда человек себе говорит, я себя ограничиваю, я худею, то вот он мучается и постоянно срывается, и ничего хорошего из этого не выходит. А если он говорит просто, я правильно питаюсь, я вроде живу так, и это уже не становится для него проблемой. Тут поняла. Хорошо. Нина, но тем не менее, все-таки мне хочется понять, с какого же возраста начинать копить на старость? Потому что я так понимаю, что на государство рассчитывать особого смысла нет. Ну, я не думаю, что вот мы там через 20 лет выйдем на пенсию, и вдруг пенсионеры там всей планеты будут получать гигантские пенсии, позволять себе все, что хотят позволить, и все такое. Вот что скажешь об этом? Ну, в идеале, я бы сказала, с 25, но таких людей единицы. То есть вот у меня сейчас в моем финансовом клубе есть несколько человек, которым по 27, и они очень осознанные. То есть это нужно быть очень осознанным, чтобы начинать уже задумываться о своих финансах в 27, там, в 25 лет. Ну, в 25 точно никто про пенсию не думает. Смотри, я хочу, наверное, поменять сейчас мышление наших слушателей. Не нужно думать про пенсию. Думайте как о фонде свободы. То есть это ваш фонд свободы. И вы сами решаете, чем вы будете заниматься там в 40 лет, в 50, в 60. То есть пенсия ваша может наступить и в 40 лет, если вы этим начали заниматься в 25. Но если вы начали заниматься этим в 40, то она никогда не наступит там в 42. То есть нужно понимать, что все равно, ну, это математика. То есть мы можем математически все посчитать, любые цифры. То есть надо понимать, что тебе для того, чтобы собрать определенную сумму денег, надо определенное количество лет. То есть за два года у тебя не получится. Если ты начал в 25, то у тебя больше такой люфт. Конечно. И нужно понимать, смотри, что мы не можем использовать инвестиционный рычаг. То есть вкладывать деньги, чтобы зарабатывать на них. Если наш горизонт планирования меньше 10 лет. Ну, хотя бы меньше 7 лет. То есть на 7 лет еще можно что-то сделать. Но если меньше 7 лет горизонт планирования, то у тебя сразу увеличиваются риски. То есть есть возможность потерять либо 50%, а может быть 100% твоих денег. То есть нужно понимать, что чем дальше твой горизонт, тем меньше шансов у тебя потерять свои деньги накопленные. Вот, кстати, про инвестиции. Я вот в этом деле вообще ничего не понимаю. Я слышу эту фразу везде и всюду. Деньги должны работать. А как они должны работать? Вот куда среднестатистическая обычная семья, возможно, там два бюджетника, мама и папа. Куда бы они могли вложить деньги, чтобы они там проценты приносили, не знаю, крутились, приносили какой-то дополнительный доход. Или если ты не начал к 40, то уже все. Нет, это неверная позиция. Не начал к 40, да. Давай я немножко вернусь по поводу возраста. То есть 25 это идеальный, конечно, возраст. Такого практически сейчас нет на нашем российском и нероссийском пространстве. То есть чаще всего люди начинают все-таки в 33, в 35, в 40 лет. Кто-то в 45 начинает. И это тоже не поздно. У меня есть клиенты, которые начали в 50. И это тоже не поздно, потому что они не рассчитывают раньше, чем в 65 уйти на пенсию. Просто я говорю о том, что если ты начинаешь в 25 лет, у тебя есть шансы на условную пенсию, так сказать, уйти в 40 лет. Опять же, смотри, под словом «пенсия» я понимаю выбор. Выбор – работать или не работать за деньги. То есть ты сам выбираешь, я хочу работать, и за это получаю, мне платят деньги. Или я хочу, например, заниматься в виде хобби или просто тоже работать, но за это мне денег не надо, потому что я себе уже все сделал. И поверь, когда ты с таким отношением подходишь, то, скорее всего, тебе даже за хобби будут платить в три раза больше, чем ты ожидал. Потому что тебе не надо денег. Тебе платят мало только тогда, когда тебе надо. Из тебя работодатель или не работодатель, если ты, может быть, фрилансер и сам себе руководитель. У тебя отжимают тогда, когда тебе нужны деньги. Но когда ты, у тебя есть деньги, и ты готов отказываться от тех проектов, которые тебе не нужны, у тебя денег будет всегда достаточно. То есть вот она, психология и тут работает. Это 100% психология. Вообще, мне кажется, 90% всё, что связано с деньгами, это большая степень психология. И есть 10%, где жёсткий расчёт, то, что ты можешь просчитать с финансистом и увидеть, как ты движешься к своим целям. Хорошо. Есть позитивный настрой на инвестиции? Или нежели богато, нечего и начинать? Нет, конечно, смотри, нужно начинать, я бы сказала так, что пока у человека нет резерва, то он в сторону инвестиций должен думать, как мне инвестировать в себя. Причём инвестировать в себя не только с точки зрения прокачки навыков для работы, чтобы больше зарабатывать, но и с точки зрения финансов. То есть если у тебя нет знаний в финансах, в личных финансах, а их ни у кого нет, их даже не было у меня, окончив два института фактически, да, у меня экономический и финансовый MBA. То есть несмотря на это, на два образования, вот, я ничего не понимала в личных финансах. То есть учимся, учимся. Да, да, то есть смотри, к тому моменту, как раз, когда у тебя уже будет резерв и когда ты готов уже переходить на стадию инвестиций, у тебя должны быть уже знания. Ты уже должен знать, во что ты можешь инвестировать, какие риски за этим стоят, какие посредники есть, с каких сумм тебе надо начинать, какой оптимальный инструмент для тебя лично. Потому что для каждого, в зависимости от его возможностей, будет свой инструмент. То есть нужно понимать, что человек, который может инвестировать 300 долларов, совершенно отличается от человека, который может инвестировать 500 тысяч долларов. То есть если у тебя нет знаний, у тебя есть какая-то сумма денег, ну ты с ней тычешься, как слепой котенок, и больше у тебя рисков инвестировать туда, куда не надо. Конечно. Смотри, здесь еще знания нужны для того, чтобы, понятно, что не каждый будет это делать самостоятельно. То есть кому-то нужен проводник. Но чтобы выбрать этого проводника, нужно обладать хотя бы базовыми финансовыми знаниями. Иначе можно попасть либо в финансовую пирамиду, либо выбрать не те инструменты, которые подходят к твоим целям. То есть ты пришел в банк, а тебе навязали не те инструменты, которые тебе нужны и важны. И тем самым обокрали тебя в доходности, например. Или ты взял на себя больше риска, чем тебе надо было. Я поняла. Надо учиться. С инвестициями мы еще разберемся, а сейчас время рецепта. Сегодня супермама Катя готовит ужин в итальянском стиле. Тоже бюджетно и, как всегда, вкусно. Привет! Паста – это самый простой способ приготовить быстро ужин для всей семьи. Сегодня у нас будут вот такие перышки под сливочным соусом с легкой чесночной ноткой. Водичка закипела. Обязательно солим воду. И будем варить пасту так, как указано на упаковке. Паста может быть любая, просто это отлично набирает соус внутрь каждой макарошки. Получается приятная консистенция, сочная и нежная. Пока макарошки варятся, делаем соус. А для этого нам нужно сливочное масло, сливки и сыр с чесноком. Перед тем, как начать, приступим к приготовлению крема. Это сырный соус, слегка пикантный и вызывающий невероятный аппетит. Лучше использовать твердый пармезан или сыр со стойким остреньким ароматом. Едва сливки доходят до кипения, и мы добавляем туда сыр. Кстати, сыр у нас довольно-таки пряный и острый, и лучше всего брать твердые сорта. Ну вот, соус уже густеет, это хорошо, скоро будем снимать с огня. Соус готов, теперь время курочки. Ее нарежем обязательно так, как нравится, ну и готовить тоже будем соответственно. Если ребенок маленький, то лучше, конечно же, птицу отварить. Ну а если чуть постарше, то можно обжарить на сухой сковороде и затем протушить. Субтитры сделал DimaTorzok Перекусили, набрали сил и возвращаемся к нашей теме. Сейчас разберемся, где взять деньги на жилье и стоит ли влезать в кредиты. Нина, все молодые семьи хотят жить в своем доме или в своей квартире, но, как часто бывает у молодых мамы и папы, денег на это нет. И вот что здесь делать? Снимать жилье, копить или взять кредит и купить на эти деньги квартиру? У нас в среднем жилье 30 тысяч долларов. Вот такая небольшая, немаленькая, вот средняя цифра. Смотри, совершенно неважно, сколько стоит жилье. Я как сказала, что нужно оценивать по своим двум годовым доходам. То есть тянешь ты на это жилье или нет, это во-первых. А во-вторых, если мы говорим с точки зрения математики, то есть финансов, то всегда арендовать и инвестировать деньги – это выгоднее, чем брать ипотеку. Другой вопрос, что психологически легче взять ипотеку. Вроде уже купил, живешь и потихоньку отдаешь. Да, есть ощущение, что я живу уже в собственном жилье, но на самом деле это не так. То есть люди до конца не разбираются, что они живут не в собственном жилье, они живут в жилье банка. И они пока выплачивают ипотеку банку, то есть по сути они арендуют это же жилье, но только у банка. Плюс еще переплачивая проценты. Да, в надежде на то, что когда-нибудь этот дом станет их. Причем сильно переплачивая. Когда мы платим просто аренду кому-то, то мы там не платим никаких процентов. Но когда мы платим банку, мы платим процентов. Поэтому я всегда говорю так. Это, во-первых, психология. То есть если вы не готовы всю жизнь снимать арендованное жилье, инвестировать и потом в конце своей жизни купить, например, в 50, в 60 лет, может, в 70 лет купить себе квартиру и уже снять вот эти риски, то, конечно, берите в ипотеку. Но ипотеку нужно брать таким образом, что если, например, вы точно такое же жилье снимали бы, не знаю, там, давай за 30 тысяч рублей или за сколько там, 500 долларов, да, то, значит, твоя ипотека должна равняться этим же 500 долларам. То есть если она существенно выше, да, если она не 550 или хотя бы не 600, а существенно выше, ты будешь платить тысячу, например, в месяц за ипотеку, то лучше не брать, лучше копить. То есть то же самое можно и применять по отношению к кредитам на технику, там, на, я не знаю, может, автомобили. То есть если ты еще не заработал на такую машину, то пока лучше... А что тогда? Работу другую искать или просто вот всю жизнь протерпеть без машины? Давай насчет машины еще сделаем небольшое уточнение, что если эта машина тебя будет кормить и приносить тебе дополнительные деньги... То есть если смысл в нее вкладывать такую сумму, да? Да, только в этом случае нужно рассматривать эту машину. Но если ты покупаешь ее как увлечение, да, как тебе кажется, что я просто не хочу ездить на метро или на общественном транспорте, а хочу ездить на своей машине, ну, это прихоть, да? То есть нужно понимать, что это та прихоть, которая откидывает тебя на несколько лет назад к светлому будущему. То есть ты еще свое светлое будущее отложил на несколько лет. Может быть, лет на пять. Зависит от стоимости машины. Поняла. Нина, спасибо. Понятными словами все. Немножко вот все вот так по полочкам раскладывается, и ты понимаешь, что учиться этому надо, и никто кроме тебя в этом тебе в принципе не может помочь, пока ты сам не начнешь. Вот как говорят взрослые, это мы, и нам уже пора в этом деле разбираться. Спасибо за помощь, и я тебя рекомендую, Нина, как хорошего специалиста и преподавателя, который может помочь и моим зрителям, и всем остальным людям в этой теме разобраться. Спасибо тебе за твою работу. Спасибо, что пригласила. Конечно, хочется всю семейную жизнь смотреть друг другу в глаза и шептать слова любви. Но так не получится. О деньгах говорить придется, и учиться ими распоряжаться тоже надо. Это была программа «Мамина школа», друзья. Мы увидимся с вами уже на следующей неделе.